С момента своего появления радио открыло для всех новые возможности. Поддерживать связь с представителями нашей огромной страны – это очень интересно для радиолюбителей. Привлечь к занятиям радиотехникой славянских школьников, такая цель ставилась перед организаторами мобильной радиовыставки «Радио детям». Увлечение радиолюбительством, которое еще несколько десятилетий назад было очень популярным, в настоящее время возрождается. В сквере Прибрежный, поселка Совхозного нашего района, была проведена мобильная радиовыставка «Радио детям». В мероприятии приняли участие более 90 славянских учащихся, увлеченных радиотехникой. Конечно, мы хотим как можно больше детей привлечь в Центр дополнительного образования, в объединение радиоэлектроника. Именно вот из-за этого на это направлено сегодняшнее мероприятие. На мероприятии присутствуют 90 детей славянского района. Для них сегодня разработаны маршрутные листы 7 станций. Станция «Самоделкин», радиостанция, УКВ-станция, где они могут реально сами потрогать, пощупать, сказать и попробовать себя в роли связиста. Директор Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края Владимир Щебетун высоко оценил активность славянцев в развитии радиотехнического направления, назвав район одним из лидеров на Кубани в этой работе. Это направление, оно сегодня очень востребовано. И поэтому мы, безусловно, рассматриваем это мероприятие как положительный опыт и будем рекомендовать нашим коллегам из муниципальных образований Краснодарского края. Что касается развития у нас в регионе радиотехнической направленности, то нами подписано соглашение о сотрудничестве с Федерацией радиолюбительского спорта Краснодарского края, где мы прописали четкий алгоритм проведения региональных мероприятий. И я очень рассчитываю на то, что эти мероприятия позволят нашим молодым ребятам попробовать себя в таком направлении, как радио. Как известно, усиление позиции радиоспорта в молодежной среде поддерживает депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский, который считает, что важность технического и творческого развития детей и молодежи, патриотического их воспитания нельзя переоценить. Виктор Васильевич обращает на это серьезное внимание. Он среди всех, как говорится, звезд находит ту звездочку, которую потом можно сделать яркой. Перспективы – это как минимум уже готовые специалисты будут для вооруженных сил России или просто станут настоящими профессионалами для общения во всем мире между подобными, как говорится, коллегами своими. Поэтому то, что делается это в нашем районе, выделяется важное внимание этому вопросу. Это замечательно. И для ребят замечательно, и для тех людей, которые обучают этих ребят. На мобильную радиовыставку были приглашены опытные радиолюбители, которые не только рассказали школьникам о движении радиолюбительства, но и познакомились с историей возникновения радио, дали прикоснуться к настоящим музейным экспонатам, представленным на выставке. Все это было очень интересно для ребят. Радио было одним из самых ранних формов передачи информации на очень большие расстояния. И очень многим детям будет интересно узнать, как раньше передавалась информация. Данное мероприятие позволяет получить не только теоретическую, но и практические знания, которые можно применить и в реальной жизни. В ходе мобильной выставки ее участники познакомились с радиотелефонами и принципами их работы, узнали о частотах и получили знания о том, как работает радио, получили ценную историческую информацию. Особый интерес вызвало знакомство с различными видами радиостанций. Школьники задали вопросы радиолюбителям и получили на них подробные ответы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко, программа «События».